Празднование 31-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии по традиции началось с возложения цветов в Парке Славы. Первыми к мемориалу погибших идут женщины, положившие на алтарь Победы самое дорогое – своих детей. Среди них Галина Лопатина из Ашхабада, мать добровольца Алексея Лопатина, награжденного медалью за отвагу посмертно. Вообще-то Абхазская война, как говорится, к нам вообще не касалась. Мы из Ашхабада. Мы не знали о этой войне. Даже слова не было сказано. И по телевизору не показывали. Мой сын через воинов-афганцев вышел на чеченцев и попал в Чечню, где ломия Гена собирал ребят. Они прошли через горы и пришли в Чемчирский район. А там потом уже, конечно, в Лабры попал, где погиб. Когда его из Лабры тащили, эти изверги, они пять человек привязали на цепь, зацепили за танк или БТР и тащили их в Члоу. Вот эти все семь километров, они крутились, вертелись. И когда их туда привезли, на них не было одежды. Я не верила, я не верила. Я искала, я ездила. Я обошла всех-всех-всех ясновидящих. Но это оказалось правдой. За матерями погибших идут женщины-ветераны, орденоносцы, героини медсанбатов. А за ними воины, подарившие нам победу и независимость. К сожалению, с каждым годом их все меньше и меньше. Настоящие ветераны больше половины уже умерли практически. Оставшиеся тоже больные, да, перебитые все. Вот, как видите, мало ветеранов сегодня. Каждый раз, когда сюда приходим, наблюдается, что ветеранов все меньше и меньше становится. Ну, дай Бога, ставшийся ветераном здоровья, вот где мы стоим, это место мы не должны никогда забывать. Мы живые уже, слава Богу, много чего хорошего увидели. А вот они о чем мечтали, чтобы вот это сбылось. Вот о чем мы просим, о чем все они мечтали. Хотим вот это, чтобы было, сбылось их мечты. С Днем Победы еще раз. Почтить память погибших пришли президент Асланбжания, вице-президент Падра Гумба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты парламента и члены правительства. Секретарь Совета безопасности, ветеран, кавалер ордена Леона Рауль Лолуа поздравил народ Абхазии с праздником. Хочется поздравить наш народ, народ Абхазии с этим главным нашим праздником, с Днем Победы. С этого дня и началась наша уже современная государственность, становление наших институтов власти. Чувства самые радостные, самые теплые, самые лучшие чувства. И важно очень, что народ не забывает этот день. Хоть может быть дата и не круглая, но все равно мы приходим. Мы приходим сюда, в этот парк, и вспоминаем все то, что было 31 год назад. Дже Мазак, представитель рода Маршан, руководитель крупной финансовой компании в Сингапуре, впервые отмечает День Победы в Абхазии. В парк славы он пришел, чтобы отдать дань памяти добровольцам из Турции, в числе которых были и его родственники. Я планировал приехать на День Победы в прошлом году, но, к сожалению, не было возможности. Я не раз бывал в Абхазии, но хотел приехать именно в этот день, когда мы отдаем дань памяти погибшим героям, потому что в моей семье тоже есть такие герои. Как вы знаете, я потомок махаджиров, родился в Германии, но моя семья из Турции. Мой брат Циба Эфкан был одним из первых, кто приехал и воевал за Абхазию, как и другие члены нашей семьи. Поэтому я хотел почтить их память здесь. Благодаря им мы можем быть сегодня здесь. Благодаря им у нас есть свободная родина, куда мы можем возвращаться. Я впервые привез свою жену. Она британка китайского происхождения. Надеюсь, в следующем году мы возьмем с собой дочерей, Амру и Амзу, чтобы они тоже увидели свою родину по отцовской линии. По окончании церемонии возложения состоялось торжественное прохождение парадных расчетов, в том числе подразделений Сухумского гарнизона Министерства обороны, 7-й российской военной базы, погрануправления ФСБ России в Абхазии, Министерства внутренних дел и Государственной службы охраны Абхазии. Валерий Криво Квискири, Абаза ТВ